Всем здарова, всем привет, вы на канале Гамбита. Здарова, народ, и у нас сегодня будет что-то очень необычное, что-то очень эпичное, и это очень сильно брутальное. Брутальное, такое же самое, как Сукуна мне на футболке. Вот, короче, это Король Демонов Мелиодос, фулл СП, 77,5 тысяч БК. Это у нас Король Демонов, фулл СП, 72,9 тысяч БК. Это у нас Эстароса, фулл СП, 71,2 тысячи БК. И это у нас, ну, Кюзак, 67, он тут здесь вообще особо не смотрится, но это просто четвертый слот для демонов. И, да, это у нас аккаунт Гона, это у нас Элитка будет, и мне интересно посмотреть, на что способны демоны в Элитке. Да, к сожалению, это будет не против реальных игроков, возможно, а против, по большей части, ботов, но 430 тысяч БК. БК, это именно то БК, с которым я не хочу сталкиваться с реальными игроками. Вот здесь, уж извольте, пуш-то, ну, плотность БК и, в принципе, вот это новое СП, я даже, кстати, поставил сеткарт на, просто на БК, что было именно эти 430 тысяч БК. И я надеюсь, я сегодня не встречу ни одного реального игрока, просто боты, просто посмотреть на то, на что способна эта команда в Элитке. К сожалению, да, это первый ход. То есть здесь явно не будет второго хода, так, фестивальная пачка, это не неизвестная, поэтому мы можем закидывать демэж как нам угодно. Ой, боже мой, это страшно, так, ладно. Эмммм, предлагаю сделать как-то так, как-то так. И, наверное, как-то вот так, то есть просто погриндим демэж. Так, проверка еды на уклон, ее нет. Инфект наложили, просто, чтобы в следующий раунд, если будет стоечка какая-нибудь, то есть это уже из разряда будет стоечка, мы это дело все красиво снимем сразу, сходу просто. Все, главное, чтобы сейчас стоечка есть, и мы АОЕ-шкой снимем эту стоечку, у нас будет суперсила, и эта фестивальная пачка, это как раз то, что нам надо сейчас для этого видоса. Так, эстероса 10% демэж редакшн, плюс король демонов, ну, непробиваемо, непробиваемая тема. Боже, это страшно, это чисто статы без бонуса на атаку. Ну, в принципе-то как, посравнительно-сравнительно у нас чуть больше, у нас чуть больше характеристик, поэтому давайте. Вот так, АОЕ-шечка, это снятие стоечки полноценное. Я думаю, мы вот так вот добьем здесь, и что сделаем вот здесь? Вот так. Я думаю, это будет крайне хороший ход. Вот, со снятием стойки со всего ранхаб-карт. 928! То есть, это видео не просто там какое-то... Вот, смотрите, эта команда сильная, это в принципе очень сильная команда, то есть, просто посмотреть на то, что она может, именно при максимальном прокаче. Вот, и это ужасно. 15% базы было у ребят. У нас уже сейчас намного больше базы, и как бы, да, время уже не убивать эстеросу, а время уже попытаться немного убивать КД. Уж сейчас КД покажет истинную силу. А там еще лингтармы, и его шиш пробьешь. Ну, Тайлер пытался. Тайлер пытался, у него... Все красиво. Ультимейт, лок, у нас АОЕ-шек нет, поэтому давайте сделаем вот так, вот так, вот так. То есть, просто раскидаем карты. Король демонов, ну, думаю, третьего уровня карты тебе хватит для того, чтобы добить Дианг в стойке. 544 тысячи. Пробил. Бан. 498 тысяч на минуточку. Ииии, давай, Мэрин. Последнее, что осталось в команде оппонента. 457 тысяч. Это элитка, это элитка, и эта команда демонов на 430 тысяч БК. И я здесь просто посижу, покайфую от именно от хай БК. Да, потому что БК здесь реально убер много от хай статов, от хай прокачки. И вся основа у нас, извините меня, на супер, пупер пробуде. Плюс 10% демэдж редакшена для команды демонов. Дополнительно к тому, что дает король демонов. И я даже не хочу ставить сюда сеткарт. Потому что сеткарт будет смотреться очень интересно. Но у нас слишком много мелов сейчас в ПВП. Поэтому он, наверное, будет даже особо не играбелен. 332 тысяч. Разница почти в 100 тысяч. Это не ПВП. Смотрите, ребят, эта команда разваливает. Нет, это фановая. Если можно так назвать. Фановая ПВП. Так. Давайте, наверное, даже вот так выдадим демэдж. Раз, два. Три. Нормально. Просто пробуем Мерин забрать. Потому что там 15% базы дается этой команде. Плюс Мерин еще не получила бонусы от того, что накладывают серые дебафы на нас. Так, миллиодас. Давай. Демэдж, бро. 572. 572 тысячи в команде, в команду банах, где и так есть по 20% демэдж редакшена. И 15% баз от Марли. Попытка отхилить Марлю у бота. Потому что я очень рад то, что это бот. Он скидывает карты. Очень... Кстати, он покритовал по... Эстаросик. Какой негодник. Ладно, у нас снова рука вся за... Ранхапала. Сделаем так, делаем так. Ну, я думаю, да. Раз, два. И сюда вот так вот три. Во. Вот так будет хороший рассказ сейчас по команде демонов. 902... Я просто могу сидеть и комментировать числа. 925 тысяч. А у Ешков двоих вносит 272 тысячи. Маловато как-то. Маловато как-то. Ну, там под вторжением Марля. И Марля под вторжением даже с посибкой на наш... Даже с посибкой на наш, она выживает. Ха-ха. Кек. Ладно, там вторжение и лок. Чандлер. Она уже ничего не сможет сделать. Ладно, я понял, почему эта команда такая плотненькая. На наш четвертый слот весьма неплохая идея. Но время, народ. Вы знаете, что время? Время короля. У меня пять карт. И мелочи ран хапнулся сверху. Это ужасно. Это просто ужасно. Так давайте вот так повыкидываем весь дэмэдж. Так, инфект. Добивает Марлю 369 тысяч. На наши, под посибкой на наши и бонусом от релика. Приговор на... 770 тысяч. Команда демонов в элитке. Идите, что может быть интереснее, лучше... Не все может быть интереснее, лучше вот это вот. Я понимаю, я... Я даже пойму, если вы будете писать негативные комментарии под этим видосом. Потому что, ну, блин, ну, нельзя. Нельзя просто вот так вот взять. И сделать 430 тысяч. БК на команде демонов. Я могу поменять четвертый слот. Убрав оттуда кюзака. Поставить кого-нибудь другого из демонов. Либо даже не демонов. Просто что-то хай-бкшное. Чтоб просто еще разогнать ба... Еще раз... Это 430 тысяч. Итак, против нас. Команда демонов. Проверяем еду на уклон. Которой, возможно, и не быть. И просто вносим дэмэдж. 73 тысячи. Ну, такое, разогревочный дэмэдж. 118 тысяч. Еще разогревочный дэмэдж. И ауешка мела. Почему, собственно, баи нет? 504 тысячи в команду... Демонов. Вот здесь, кстати, сеткарт баи не ролял. Вот, потому что демонов сейчас очень много. Так, инфект в ответ. Я только за. Я только за. У меня сейчас ранхапнутся все карты мела. Вот. И если команда переживет хотя бы один раунд. Еще против меня. Вот. То я ранхапну еще карты КД. То есть у меня постоянно есть ранхап. И это круто. Для этой команды это чертовски круто. То есть постоянно ваша рука крутится. То есть давайте мы заберем мела. Еще там какой-то ауешку. И для короля демонов приговорочный еще вот так сделаем. Все. Я думаю, это все, что нужно для этой команды. Для того, чтобы... 725 тысяч. Это элитка. Это хай. Это то, что... Ну, это другой левел. 17 лямный аккаунт на фул новый СП. Это просто какой-то другой левел. Ты его просто не пробиваешь. Не пробиваешь. А тут бонусов по атаке по консте люто. Ой, это страшно. Это просто... Это реально уровень Сухуны. Хорошо. Эстароста почти помер. А у меня уже ранхапаются карты короля. Сингл таррент. Просто сингл таррент. Без ничего. Просто разброска. Устранение. Устранение оппонента. 890 тысяч. Ну, это... Не должно оно вот так вот играться. Не должно. Но оно реально так играется. Итак, у нас осталось еще два боя. Вот. И потом я, наверное, сделаю еще дополнительную парочку боев. Но только, наверное, с едой на атаку. И поменяв какой-то четвертый слот. Возможно, на деда. Но у нас не так много дебафов. Поэтому дед, скорее всего, ролять не будет. Если мы не поставим сюда Сариэля, дед ролять не будет. Но... Мы можем поставить деда в четвертый слот. И убрать Эстерос. О, я хочу. Я хочу это попробовать. Ой, это будет страшная тема. Дальше чекайте с едой на атаку. Это будет люто. Лютый разнос. Так. Хорошо. Мы делаем все так же. Делаем раз. Делаем два. Делаем три. Просто похороночная для нашего оппонента. О, еда на уклон. Извините. Извините. Вы попали на 430 тысяч БК. Я не ожидал. Я могу вам сдаться вполне спокойно. Я не принципиально важный. Если после следующего раунда оппонент мне сдастся, сдамся я. Потому что мне не принципиально. Вот. Потому что я просто опанюсь. Да. Да. Давай. Давай. Do damage. Do damage, бро. Ха-ха-ха. Так. Первый инфект есть. Дальше дэмэдж. Мел выдает дэмэдж моего мела. Но у меня супер-пупер пробуда есть. Хотя ладно. Если ты пробьешь, ты выиграешь. Он, в принципе, может сейчас сам вырвать, если пробьет мела. Но было рядом. Было рядышком. Отмена хила тоже на меня очень сильно сказывается. Так. А что мы сейчас будем делать? Так. Давайте сделаем. Вот так. Наверочный голдовый сингл таргет сделаем так. И сделаем вот так. Вот. Чтоб карта короля демонов не мёрзли. Так. Король демонов оппонента выживает. Мел носит голдовой картой лям урон. Лям. Всё. Лям урона есть по видосике. Мы добиваем и, в принципе, можем сдаваться. Вот. Пускай у человека будет победа. Пускай у него будет хотя бы что-то приятное после столкновения с гоном. Воу. Потому что, ну, 430 быка. Это ни разу не кайтится. Нет. Нет. Извините меня, пожалуйста. Это сила кита. Это вейл. Это просто синий кит на арене. И да. Надо будет ещё парочку боёв сгонять. Именно с чем-то вот таким демаджем. Вот. Каким-то прям лютейшим демаджем. Может, там, фестивальную пачку поставить. Так. Чисто по Рофлу пофаниться. Но я хочу этот видос именно под демонов подвязать. Поэтому следующая команда будет немножко тоже разгоняться в плане дамага. Так. Ладно. Я тут боюсь вот тебя. На самом деле вообще никого не боюсь. А давайте пробуем похоронить. Так. Чисто на верочку. Может, еда не на уклон. Еда не уклон. Сто 14 тысяч первые есть. Второй демадж. Похороночная для команды людей. 493. 1002. 700. Бедный эска. Он остался один. Братан, сорян. Но нет. Там-то. Зеленым Артуром в четвертом слоте команда просто валится. Это ужасно. Не должно оно так играться. Но играется. Так. Минус. Очень быстрый килл от Эсконора. Но, к сожалению, у меня мел уже в истинной форме. Поэтому даже я тебя, не тебя буду забивать, а именно Артура. Сделаем вот так. Просто три атаки мела. Так, Артур фулл кпшный, поэтому держи демадж в размере 929 тысяч. Не по атрибуту бью. По зеленому бью. 193 тысячи. Ну, маловато демаджа, когда без этой все творения демаджа маловато. А теперь давайте поиграем на чем-то еще куда более агрессивном. Итак, мы возвращаемся к нашей команде. Вот теперь вот это вот. Выглядит уже немножко агрессивно с едой на атаку. 22 тысячи. Можно, в принципе, мело одеть в атака крит для большего веселения. Да, давайте, наверное, оденем какой-то атака крит. Так, это у нас 15% экипа. Давайте оденем ее. Короче, атака крит 72,8. 379 тысяч бка. Я надеюсь, я не буду ходить вторым. Вот, потому что это основная идея в том, что я через короля демонов и кьюзака накладываю много дебафов. А вернее, по три дебафа идеально. И по три дебафа и максимально разогнанной пассивкой деда. И четвертая слота я просто всех убиваю. Ауешкой. Итак, проверочной. Работает это или нет? Так, мы ходим первым. Это радует. Это команда демонов. Это радует. Вот, делаем раз, делаем два, делаем три. Три ауешечки. И по идее, как это должно быть что-то в районе фуллмен тим вайпа. Ну, король демонов, понятное дело, выживет. Хорошо. Дэмэдж. Мел. Атака критующий мел. По три дебафа на каждом. 735 тысяч. Король демонов бы тоже отлетел. Какой-нибудь у него иммунитет, я так дамагу. Маргарет четвертый слот. Бесполезно, но возможно для БК. Ну, хотя Маргарет такая себе для БК. Ну, ЛРный герой, ладно. В принципе, не так и плохо для БК. Хорошо. Дэмэдж по... Ну, у нас кюзак так себе. Это одноразовый кюзак. Да, он доказал, что он, в принципе, у нас является одноразовым кюзаком. Ультимейт на... Ну, я не могу проиграть-то в атак критующем сете. Нет. Так, давайте сделаем как-то вот так. Вот так. И вот так на трех стаках атакуем. По идее, нам дэмэджа должно хватить для того, чтобы пробить короля демонов даже в линк. Да, только дебафа нет на оппоненте, поэтому дед практически не раскрывается никак. Ну, да ладно. Ауешка второго левела. Без истинной силы. Ну, 293 тысячи есть. Король демонов тоже есть. А, отлично она дома охватила. И у нас, к сожалению, второго уровня сингл мела для Маргарет. Ну, дед просто тут по фану. Это максимально фаново-рофельная команда для того, чтобы выдать максимально много дамага. Так, у нас король демонов ранхапнулся, поэтому... Делаем вот так. 92 тысячи от деда. Мел, сингл таргет. 655 тысяч. На самом деле, со старосой команда смотрится куда интереснее, но нет дополнительного АОЕ дэмэджа. И по идее, как короля демонов может поменять на Небулу Зелдриса, для того, чтобы была еще дополнительная база при атаке. Но мне что-то не хочется. Мне нравится играть с КД, который, в принципе, в случае чего, может затанчить весь дэмэдж. Вот. Ну, это как минимум второй вин-кондишен для нашей пачки. Итак, предпоследний бой в этом видосике. И да, если вам понравилось, ставьте лайки, если будут около 150 лайков, я выпущу еще один видос, потому что под прошлым видосом с аккаунта гона вы прям очень много пролайкали. Поэтому давайте продолжим активность. Так, делаем так, делаем так, делаем так. И посмотрим на фестивальную пачку и на сколько у нее хватит выживалити против нашего дэмэджа. Так, первый дэмэдж есть. Второй дэмэдж есть. 183 тысячи. И АОЕшка мела, давай. Почти 900 тысяч АОЕшка первого левела, но не хватает для фуллмен-тим-вайпа против фестивальной пачки, где 15% базы от реликана Мерлин. И 20% дэмэджа дэкшена от бана. Немножко не хватает. Жаль. Я б хотел бы, я б хотел бы увидеть именно вот прям люто, люто то, что прям дэмэджа хватит. Не хватает. Нет, и у нас так же само отлетает нас бафер по атаке, поэтому у нас атаки сейчас поменьше. Но, блин, он все равно не отхилит. Он все равно не отхилит с отменой восстановления все еще работает, потому как я скидываю атаку короля демонам вторым, и он в любом случае не снимется через мела. Но давайте просто назлошим инфект. Голдовый сингл сюда, и, например, по мелу ударим вот так, ауешкой. Хотя, я думаю, этого в принципе хватит для того, чтобы одолеть делбоя. Ну, вернее, его бот делбоя. Лям 200. Самый максимальный дэмэдж. Лям 200. Самый максимальный дэмэдж за сегодня. Мне нравится именно от сингл таргет атак. Есть 172 тысячи в мела, но, в принципе, этого хватило для того, чтобы мела договорить. Вот, и давайте посмотрим уже последний наш ластовый бой на этой убер-китовой пачке, которая сейчас уже не 430 тысяч, а просто фан. Вот, и надеюсь, мы не будем ходить вторыми. Потому что если будем ходить вторыми, мы проиграем. Эта пачка так и рассчитана, что ходишь второй, ты проигрываешь. Здесь нет плотности, здесь просто агрессия. Максимальная агрессия, которую можно выдать. Ну, не самая максимальная агрессия. С неба ластовым было бы получше, но там БК чуть меньше будет, плюс нет второго инкондишена в виде короля демонов. Поэтому я играл с королем демонов. Хотя там дамага должно быть тоже весьма-весьма много. И последняя у нас. Фестивальная пачка 412 тысяч. И, как я говорил, мы разваливаемся. А теперь спокойно. Последний бой проигрышный. Ну, хорошо, хоть не на 430 тысяч я проиграл. Хотя, в принципе, если бы я был здесь на 430 тысяч, я бы здесь, наверное, бы одолел моего оппонента. Хорошо, он скидывает две ауешки. И третья ауешка мела. Это резонно. Это хорошо. Да, падает у нас молодой на кюзаке, но все остальные вроде бы как живы. Все остальные вроде бы как живы, поэтому давайте внесем дабл ауе демедж. Вернее, трипл ауе демедж. Погнали так. Погнали, давайте. Раз демедж. 110 тысяч. Маловато. Сейчас будет чуть больше. Второй демедж. 139 тысяч. Уже получше. И мел, давай. Ауешечка мела. 465 тысяч. Мало. Мало. Да, мы ранхапнулись, но, к сожалению, мел сейчас может вполне спокойно отправиться в следующий матч. И, вернее, следующего матча не будет. Это будет просто проигрышный матч. Но мел у нас ранхапнулся. Король демонов нас залочен, но это только на один раунд. В случае чего у нас король демонов сможет сейчас опять взорваться по дамагу. Потому как время короля демонов вот уже на следующем раунде. Ему нужно забрать и Мелиодоса. Что он, в принципе, делает? Да, он забирает Мелиодоса полноценно. У нас обе карты соединились. Так красиво. Попробуй, попытка забрать АД, но не получится у тебя забрать КД. Не получится? Нет. Не-не-не-не. КД у меня сейчас выстрелит по дамагу тоже. Хорошо. А теперь время КД. Значит, АУешечка. Я думаю, нормальная тема будет АУешечка. Чтоб бан не вывел, лайвстилился. И Мерин тоже. Дополнительные дебафчики. И голдовая карта умела. Смотрим дэмэш. 300 тысяч уже, я же говорил. Потом будет чуть получше. И давай, сингл. 546 тысяч. Да, мы играем без заповедей всех. Вот, поэтому здесь проблемно. Но бан у него залочен. Мерин сейчас ничего мне не сделает. Эсконор, конечно, вышел. Это прикольно. Но Эсконор сейчас ничего не сделает моему КД. С линком Тармы. Поэтому, народ. Последний бой. Вроде как от второго хода. Но тоже выигран. Как раз благодаря тому, что КД в нашей формации есть. Метка, которая не делает ничего. Потому что банк сам по себе локнутый. И добавщик сейчас он уже себе снять не сможет. Второй атака. Они очень веселые. Вторая атака. Снова лок. И снова атака. Там мог бы уже что-то по-другому, поинтереснее сделать. Но здесь чел играет с едой на бока. Поэтому мы ему не оставляем возможности выйти отсюда. И мы побеждаем. Народ. Вот такая вот китовая пачка у нас получилась. Надеюсь, хотя бы как-то вам видос понравился. Было что-нибудь весело, интересно, прикольно, забавно. И да, последний бой, в принципе, мы выиграли даже от второго хода. Но как же красиво мы выиграли этот бой от второго хода. Мне понравилось. Не знаю, конечно, как и вам. Король демонов 77%. И там еще ультимейта не было. Ультимейт бы тоже порешал бы. И еще чуть больше отчей было бы. Вот. Правитель, полезность этой команды. Ладно, народ. Посмотрим, насколько вы будете активны в плане лайков. И следующий видос, я думаю, подготовит за 150 лайков что-то в районе фестивальной пачки. Вот здесь, на этом аккаунте. И фестивальная пачка. Возможно, даже скинглом. Вот. Просто бы она для того, чтобы был максимальный рассказ в плане агрессии. Ну, а это все мы увидим. Ну, увидим этот бой. Эту команду. На этом аккаунте уже в каком-то другом видосике. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной и с нами вот до этого момента. И увидимся когда-нибудь завтра, либо в следующем видосике. Покедова.